Новостройки привлекают потенциальных покупателей новыми инженерными коммуникациями и современной планировкой. Однако уже в этом году купить такую квартиру в Самаре будет не так просто. Эксперты прогнозируют дефицит жилья на первичном рынке. Первичный рынок у нас последние несколько лет испытывал явную нехватку притока новых проектов. Если не рассматривать пригород, а именно центральные районы города, количество даже проектов строительных существенно уменьшилось. Какие-то проекты завершаются, благополучно уходят с рынка, продавшись, а новых проектов все меньше, меньше и меньше. С одной стороны, такая ситуация объясняется проблемами с выделением новых площадок под строительство, которые наблюдались несколько лет назад. С другой — с финансовым состоянием самих девелоперов. Что касается стоимости жилья, однозначно будет рост. Может быть, сейчас, так как я думаю, что немножко предложений больше на рынке долевого участия, чем есть спрос, это, наверное, выровняется все-таки. Но застройщики однозначно все расходы отдадут на оплату, на плечи дольщиков. В прошлом году, по данным Самарыстата, в регионе в эксплуатацию введено около 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 7% меньше, чем в 2016. К тому же стоит учитывать, что треть от данного объема — это индивидуальное строительство. Нехватка новых проектов уже повлекла за собой рост цен. Тенденция наметилась еще осенью прошлого года. В ноябре средняя цена квадратного метра в новостройке составляла чуть меньше 47 тысяч, плюс 731 рубль по отношению к 2016. Застройщики реагируют. Насколько мне известно, на сегодняшний день готовится достаточно большое количество площадок под будущую застройку. Но проектирование находится и на разных стадиях, и разные стадии согласования сейчас застройщики проходят. Поэтому выход новых проектов ожидается, наверное, массово, ну не раньше середины, а то и конца 2018 года. Следовательно, весь 2018 год и весь 2019 получается уже год, скорее всего, Самара будет испытывать дефицит нового жилья. Нехватка предложений в новостройках уже привела к тому, что повысился спрос на вторичном рынке. Что, соответственно, потянул за собой рост цены в этом сегменте. Судя по всему, в ближайшее время эта тенденция будет продолжаться.